ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На российских дорогах с каждым годом растёт число камер фото-видео фиксации нарушений. Сейчас их, по данным ГИБДД, насчитывается около 19 тысяч. За 9 месяцев этого года они оштрафовали водителей на 71 с лишним миллиард рублей. Комплексы выявляются до 90% нарушений правил дорожного движения. А сотрудники ДПС сосредоточены в основном на дежурстве на аварийно-опасных участках и на поиске нетрезвых водителей. ТРАССА СТО ОДИН В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ поступило предложение внести в ПДД ряд поправок, касающихся мотоциклистов. Они должны повысить безопасность байкеров. Например, предлагается разрешить им пользоваться на загородных трассах мерцающими ходовыми огнями, чтобы их было лучше заметно. Кроме того, мотоциклистам могут разрешить парковаться на тротуаре, если он достаточно широкий, и это не помешает пешеходам. ТРАССА СТО ОДИН Власти официально утвердили 8 причин для признания водительского удостоверения недействительным. До сих пор такого списка не было. Он должен вступить в силу в апреле следующего года. В перечень входят истечение срока действия документа, смена имени или фамилии, износ, повреждения, утрата, выдача с нарушениями, появление медицинских противопоказаний к управлению и, наконец, смерть владельца. ТРАССА СТО ОДИН Появившаяся недавно информация о российском электрическом кроссовере КАМА-1 оказалась не шуткой. Машину действительно хотят представить на днях в Москве. Она имеется длину около 3,5 метров, ширину 1,7 метра, максимальная скорость 150 км в час, запас хода 250 км. Что касается стоимости электрокара, то по предварительным подсчетам она не должна превышать 1 миллион рублей. Место для серийного выпуска новинки не определено. Возможно, это будет КАМСКИЙ АВТОЗОВОД. ТРАССА СТО ОДИН Судебные приставы разыскали очередного рекордсмена по штрафам ГИБДД. Гражданин задолжал государству около 3,5 миллионов рублей. На нем висело полторы тысячи взысканий. Нарушителей искали долго. По месту прописки он не проживал, официально трудоустроен не был. При этом за ним числилось два автомобиля, управляя которыми он и наследил в разных регионах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова